Как всякий человек, я испытываю интерес к своим предкам. Вот если быть более точным, то мои предки не из Петербурга, а из Тотима. Это самая ранняя точка, которую мне удалось установить. Тотима — это городок, замечательный, сказочный городок под Вологдой. И там жили мои предки, которые делились, кажется, на две категории. Это были духовные лица и чиновники тотимские. В начале XX века часть нашей семьи переехала в Петербург. Мой прадед, он был директором гимназии в Петербурге с начала века примерно до 19-го года. Или 18-го, точно я не могу сказать. После революции он человек мирный, учитель. Ушел в Белую армию добровольцем. Надо сказать, что всю свою жизнь он потом был верен идее, что надо было до конца отстаивать существующую власть в России. Он был человеком с юмором и по утрам вставал с песней «Вставай, проклятим, заклейменный». Он год примерно провел в Белой армии, потом после ее разгрома бежал на Украину. И там он бежал туда, потому что там его никто не знал. Это движение было описано Булгаковым в свое время. Вот другое дело, что это движение часто оканчивалось Европой. Он не стал уезжать из России, остался на Украине и даже устроился учителем в школу, преподавал. А поскольку, как я уже говорил, он был человеком с юмором, он даже выступал на школьных собраниях как ветеран гражданской войны. Он не уточнял, правда, с чьей стороны он участвовал. Это мой прадед Михаил Прокофьевич. Замечательный был человек, интересный. Мне очень жаль, что я его не застал, но я ему посвятил роман Соловьев и Ларионов, его памяти. Другая часть нашей семьи в Петербурге оставалась. Она живет в ней до сих пор. Им очень много досталось здесь. У нас в семейных преданиях сохранились страшные, довольно истории блокадного времени. Вот о том, как бабушкин дядя умирал здесь. Он был заместителем директора Русского музея. И первое время он ел клей, которым склеивал рамы для картин. Когда клей кончился, он съел кота. Но это его не спасло. Он умер. И вот в нашей семье говорили, что женщины голод выдерживают легче, чем мужчины, как ни странно. Вот женщины нашей семьи остались живы. А с мужчинами было хуже. Вот этот Георгий Дмитриевич Нечаев, его фамилия была, он в общем не пережил блокады. И его зашили в простыню и месяц не хоронили, потому что его дочь не хотела его хоронить в общей могиле. Можно было вытащить тело наружу, и его подобрали бы. Эти тела, кстати, Лихачев описывал, просто вколачивали в грузовики, стоя замерзшие тела. Вот она не хотела этого. И она собирала его хлебные карточки, потому что это в блокадном городе было единственной валютой. И тело не разлагалось, потому что в квартире, в комнате, где он лежал, была такая же температура, как снаружи. И через месяц она, собрав его карточки, похоронила его. Потому что очень дорого было рыть могилу в промерзшей земле. К Киеву я относился и отношусь с большой нежностью, где я вырос. Это особое место, совершенно удивительный город. Город, который так как-то спокойно принимал все, что в нем происходит. В нем было то, что Солженицын очень хорошо назвал дремотным неразвлечением наций. Русская культура плавно, так сказать, переходила в украинскую, наоборот. И это было очень хорошо, и нынешних прискорбных всяких бурлений не было. Это было очень хорошее место. Я занимался в университете Лесково. И вот через Лесково я пришел к Древней Руси. Поскольку Лесков и Древняя Русь – это особая тема. Тема замечательная, очень интересная. Но, вы знаете, в жизни играет огромную роль случай всегда. Я вообще могу сказать, что я не очень подвижный человек. И вот так просто приехать, куда-то поступать… То есть, у меня нет вот такого мотора, чтобы перемещаться. И все случается само собой. Меня хотели оставить на кафедре русской литературы. Я бы себе занимался Лесковым. Но там получилось, что кто-то из… То есть, как-то так вышло, что вдруг в последний момент взяли другого человека. И тут выяснилось, что в Петербурге, тогда еще Ленинграде, есть возможность поступить в аспирантуру. Причем аспирантура была целевой. С возвратом обратно в Украинскую Академию наук. И получалось так, что какая-то возникла проблема с кандидатурой. То есть, те, кто должен был вроде бы ехать, вдруг… Они в последний момент отказались, потому что им показалось, что они в Пушкинском доме не сдадут экзамен. Потому что Пушкинский дом – это уровень, который внушает трепет. Я не могу сказать, что мне он не внушал трепета, внушал еще как, но для меня была альтернатива какая-то довольно… То есть, альтернативы-то, собственно, и не было. Потому что непонятно было, чем заниматься. Я поехал и сдал экзамен. Причем на пятерку. Что меня совершенно изумило. Вот, потому что мне казалось, что… Это так… Ну, кто я? А здесь полугодия. Люди, которых я читал, конспектировал в университете. И как вот я так… Я был совершенно удивлен. Это было, так сказать, большим впечатлением в моей жизни тогдашней. Я приехал сюда в 1986 году. Поступил в аспирантуру. Поступил в отдел древнерусской литературы, который возглавлялся Дмитрием Сергеевичем Лихачевым. В течение трех лет я здесь написал диссертацию по переводу византийской хроники Георгия Амартова. И после защиты Лихачев предложил мне остаться, работать в его отделе. Разумеется, это было предложение из категории тех, от которых не отказываются. И вот в 1990 году меня взяли на работу после трех с лишним лет учебы здесь, в аспиранторе. И вот с тех пор я здесь, ну, я испытывал по-прежнему тихую радость, что я здесь, потому что Пушкинский дом – это не то место, которое покидают. Из Пушкинского дома, в общем, никто не уходит. Только на пенсию и в могилу. Это такое место, где можешь себя очень хорошо чувствовать, спокойно. Так было в советское время, так и сейчас. Просто в разных формах это проявляется. Вот есть некоторое успокоение. И вот чувствуешь себя на обочине вот этого, по сути, не очень приятного мира, который нас окружает. Мне даже кажется, кстати, что… Я никогда об этом не говорил с Лихачевым, и он ничего такого не говорил. Но мне кажется, что для него древнерусская литература и работа в Пушкинском доме были формой внутренней миграции. То есть человек, если и мог абстрагироваться от советской действительности, то может быть вот в такого рода местах. Потому что вот за слова, написанные 20, 30, 40 лет назад, никому из нас не стыдно. Многие литературоведы, которые занимались новым временем, в частности советской литературой, они потом каялись, что они не разобрались, там еще что-то с ними происходило. Вот нашим великим старикам, которые работали, им каяться не приходилось, потому что они говорили о том, что было вне идеологии, что, по сути дела, было трудно охватить, так сказать, вот засунуть под академическую крышу, под советскую идеологическую крышу. И это были исследования древнерусских текстов. Были, конечно, свои компромиссы, но они были довольно небольшими. Например, «Жития» рекомендовалось называть повестью о жизни. Ну, в конце концов, всем ведь понятно, о чем идет речь. И то, что мы издавали, преимущественно это были наши предшественники, но и моему поколению удалось застать этот процесс. Например, знаменитая библиотека литературы Древней Руси, более 20 томов, она еще продолжается. Это вещь, то есть это антология древнерусских текстов, изданная билингвы, слева древнерусский текст, справа перевод. И это вещи, которые помогали людям держаться, например, людям верой. Потому что это были тексты, разительно катастрофически отличавшиеся от тех текстов, которые циркулировали в Советском Союзе. На самом деле, конечно, советская власть должна была это запретить. Это, знаете, тут что-то не доработало. И люди специально искали, было не достать вот эти антологии древнерусскими. Это была идея Лихачева издавать такие антологии. Такую антологию он ее придумал. Она тогда называлась... Сейчас она называется «Библиотека литературы Древней Руси». Тогда она носила другое название, но это тоже было тем же памятником литературы Древней Руси. Так что место это такое, Пушкинский дом. Благословенное, я бы сказал. И оно заставляет думать о вещах не сиюминутных. Причем не только предметом занятия, а просто своей обстановкой. Оно посвящено тому, что существует уже как явление метафизическое русские писатели и их творчество. Вот эта вещь, несмотря на все материальные, так сказать, признаки существования русских писателей, которые мы здесь видим, тут, так сказать, существует удивительное поле метафизическое. Потому что каждый писатель — это, в первую очередь, сущность метафизическая. Это особый мир, который он творит по образу Господа. Когда Господь творил человека, то я думаю, что он ему передал и свое вот это креативное начало. И вот в писателях-то оно выражено очень сильно. получuta неп vivение на arc. Малыйwort, хорошенькая. По поводу институции, Номойки мужчин м song, как поспище обоним?